Друзья, приветствую всех на своем канале. С вами снова Алекс и мы наконец-таки добылись до Diablo 4. Как видите, я уже здесь создал даже персонажей, успел какое-то время поиграть и понял, что действительно игра требует отдельной записи ролика и я готов поделиться с вами некоторым прохождением, основными моментами сюжета. Понятно, что на бета-тесте уже, я думаю, многие видели первый акт, но тем не менее это не отменяет того факта, что здесь есть гораздо много, я даже сказал, огромное количество квестов, сайд-квестов, которые тоже вполне интересны и за ними приятно наблюдать. Огромная проделана работа с точки зрения озвучки и взаимодействия с персонажами в мире, он не кажется таким мертвым, поэтому я решил записать вам ролик вступительный, да, и создать какую-то серию роликов по Diablo для того, чтобы мы могли вместе посмотреть, да, какие-то подчеркнуть особенности геймплейные в Diablo 4, ну и я уже могу сказать, что мне очень нравится. Поэтому вступительный я буду проходить за, наверное, отдельный класс. Очень хочется попробовать либо некроманта, либо друида. Скорее всего это, наверное, будет некромант. У меня был изначально такой достаточно большой выбор, да, только я нажал не ту кнопку, поэтому просто выйду сейчас и начну заново. Не так далеко прошел, то есть вполне себе поднял 20 уровень только на каких-то сайд-квестов, по которым бегал второстепенным, выполнял их и по факту прошел только одну миссию, основную, на текущий момент и уже имеет 20 уровень. Поэтому надо выбрать сейчас, за кого будем играть и пройти пролог, показать его вам, для тех, кто не знаком с основами начала игры. Ну и тут, опять же, очень сложный выбор. Хочется и друида посмотреть, и некроманта. Наверное, возьму некроманта, поскольку первоначальный выбор был между убийцей и некромантом все-таки. Ну и по канону, да, возьму кого-нибудь вот такого. Да что-то, что-то похожее на Джонни Деппа, наверно. Интересно. Посмотрим, насколько мы его сможем кастомизировать. Вариантов не так много, по факту. Поэтому тут особо долго выбирать не будешь. Продолжение следует... Определенно, да, вот такие вот усики с бородкой, ему сделать, как это было. И темные волосы надо бы. Но оттенки тут интересные. Ладно. Это так, немножко хочу изменить лицо. Ну, наверное, третий больше всего подходит. Так, какие мы аксессуары имеем? Достаточно нужно убирать... ...из носа кольцо, а вот... ...что-то на уши стоит одеть. Вот. Останет. Вот, как быть. Ставим такое решение. Ну, что-то вот в таком стиле, наверное. Здесь можно ставить так, но, в принципе, большую часть времени это будет скрыто под вещами. Поэтому не так критично. Я буду ждать вам. Ну, выглядит так себе на самом деле. Давайте попробуем рандомым что-то накидать. Неплохо. Очень интересно. Тут классно выглядит с линзами КППД. Ну, варианты достаточно интересные получаются. Сейчас на ком-то остановиться. Что-то неплохой. Неплохой вариант был. Неплохой вариант был. Тоже, не красные волосы. Если вот так. И прическу. Например, вот такую. Вот так. И подпишись. Ладно, оставим вот так Ну, может быть, сейчас еще Поменяем только цвет глаз На вот такой вот Что-то больше в стиле Духов Да, пожалуй Хороший выбор Мне нравится Так, завершить Героический нет Мне стало самое сложное Придумать никнейм Давайте что-нибудь Что-нибудь, не знаю Без Ребелс Нет Давайте рандомно накидаем В принципе, почему бы нет Да, никей тут не супер на рандоме Что-то на французском Как он Звучит неплохо Погнали Ветеран Естественно, берем Хотя Я играю там На убийце Именно на ветеране Уровень мира 2 Может быть, имеет смысл Чтобы побыстрее дойти До того И продолжить там прохождение На легком Хотя нет Я хочу почувствовать Как именно Отличается геймплей На разном уровне Сложности Санктуарий Создавался не для людей Он был пристанищем для тех Кто устал от войны небес И преисподней Однако теперь Битвы вечного противостояния Гремят и здесь Таинственные харадримы Защищали смертных от угроз Сейчас этот некогда могущественный орден Утратил былое величие И древние создатели санктуария Вернулись Чтобы подчинить себе души людей Это история об их падении КОНЕЦ 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 Так Тут уже какой-то скилл Призов скелета А, да у нас нет трупа Чтобы это сделать Ок первый труп погнали а фига надо вот так вот точечно сжиматься то есть он не а на какое время там все это призвано умение короткое время вызывает скелета жреца максимальное количество четыре штуки понял что но это уже чувствуется пять рук идем долбить и это уже чувствуется я помню что я достаточно дольше ковырял примерно на одного варга по три удара приходилось всюду во тьме клыки он меня укусил аккуратнее он выступление тебе какое дело тише освин прости нас незнакомец сейчас у нас непростые времена этот безумец просто ввалился в город и начал дебоширить демоны лезут из руин убьют нас всех всех убьют из руин о чем это он идем я все объясню на севере есть руины где обитает зло этот монах должно быть побывал там то что он увидел свело с ума даже праведника не мог бы ты защитить нас от того что бродит снаружи нам больше некуда идти в этих руинах поселилась зло я с ним покончу правда вот спасибо ничего не подозревающий некромант такая ирония так еще у нас оба а ну сам по себе потому что некромант вообще не дамажит до слова ничего давайте посмотрим чем будем закидывать выпускать противнику кровь на 7 ниц урон крызли связь до суши создает сферу крови жат вам четыре не за каждую прожженого партинка возмахивайте вперед перед собой косой внося 3 ниц урона и костяные осколки 3 костяные осколки на следующие когда вызваны одни применения поражают ну и ту же цель пульта разве накопить 1 ниц и сердце ну насколько я помню все через копию играют поэтому пусть наша задача достаточно простая продолжить это дело пока просто скипаем максимально насколько это возможно забавно кстати что из костей можно создать своего скелета и что сразу же коса ритуальный череп гораздо лучше чем у меня делами так где-то проход был по моему вот так тут коридорности как барагалика нет поэтому все акты по моему одинаковыми не меняют свою суть чуть расположение по мне меняется насколько я помню нет но я так думаю на самом деле некромат абсолютно стопудово сильнее на ранних этапах играет это уж точно но он при этом и сам толком то особо не дамажит так по моему они бесконечно создавали никаких демонов так будет просто их сначала убить все вопросы бы решились быстрее но мне кажется он гораздо скучнее в плане геймплея то есть ты стоишь со стороны просто накидываешь меняешь позиционку чтобы тебе ничего не прилетело ну и собственно это все крайне скучно скучно геймплей таким только не знаю там на плойке где-нибудь играть сонка xbox где у тебя ограничена возможность по управлению желтка нельзя перепризвать с плохим здоровьем ну-ка ну по-моему они от этого лечатся если я правильно понимаю или может быть это время сейчас соли чем-то раны достаточно сложно сказать что мне нравится что они не лезут в драку если я не начинаю атаковать ну и первый босс то есть ну вот вообще ничего не надо делать ну в исключении того что мы сейчас всех раскидает то правда то правда ну я думаю сейчас решим этот вопрос с формированием новых душ ну это вот эта единственная проблема может быть у некроманта мне кажется на некоторых боссах если где-то пропадают ада хотя я думаю потом будут какие-то шмотки на неуязвимость этих мобов по крайней мере в 3 диабло по моему даже 2 было такое насколько помню ну и причем самое интересное то есть он даже не агрится на меня он агрится на них за убийцу я точно быстрее его убивал соло дамаг там какой-то выше на мой взгляд но здесь проблем в разы меньше нужно больше времени я сделал да он усиление за счет 5 души но они шапаются и это при условии что их забаффали и увеличили количество хп тоже было тогда нам бета-тесте мне кажется они там с этого удара видимо падали если даже сейчас наблюдаются некоторые проблемки с их здоровьем делаем усиление и думаю доковыряем часа это касайся лично не то и другое нужно что именно возьму здесь пронутом меню категории базовой наверное сейчас даст больше пуста хотели так посмотреть 53 минусы на урон за удар 47 надо смотреть характеристики урон оружие 59 вон по звуку менее 10 если мы одеваем вот так и вот так да определенно коса ты вернулся старые руины пусты городу ничто не угрожает правда да да тебя нам послали небеса о прости деньгами отблагодарить не можем только похлебкой душевной беседой и и выпей с нами смой вкус похлебки твое общество честь для нас за спасителя да да и а и Продолжение следует... 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 тут на самом деле думаю может быть даже и не брать и какой-то основной скилл идти вот в дамаг например это было бы более логично ладно пока не знаю пока не знаю но наверное наверное делаю уязвимость и наверное делаю баф вот так вот тоже все таки основной урон наверно с этих осколков идет но и не сюда мы тут не пройдем так моя армия пополняется он там до 6 теперь могу они опять так какие-то фрезы непонятно милочи начались это есть хорошо где-то тут наш мужик спрятался наверное там на центре есть здесь кто что ты там прячешь если смеешь врываться в мой дом рыться в моих вещах по крайней мере имей совесть остаться на ужин я зверски голоден ничего себе история к сожалению это правда почему у меня было это видение скажи спасибо этим добрым горожанам они дали тебе кровь лилит кровь демона не просто демона дочери ненависти матери санктуария ее изгнали сотни лет назад но этот мир ее творение было предсказано что она вернется чего она хочет хороший вопрос санктуарий всегда был в центре вечного противостояния войны между ангелами и демонами но лилит не служит ни тем ни другим у нее на нас свои планы а я на мне знак порчи не знаю но между вами есть связь что ты будешь с этим делать использовать я узнаю чего она хочет хорошо тогда я с тобой отдыхай пока можешь потом двинем в киа вашат если мы не остановим лилит всему конец так армия моя на готове спроводить ларатов киа вашат окей погнали тут как раз недолго идти ну и по факту мы уже добрались до первого города демона так близко от города азов лилит все сильнее так ли . не топовая топовые слитки насколько я понял определяется по количеству аффиксов который над ней находится не думал что увижу своими глазами такое так что город надо с ним поговорить ангелы наари тот самый святой отец о котором бубнят в соборе света так вот он настоящий это ангел который ходит среди людей и когда он узнает что лилит тоже здесь польется кровь они с ней давно не ладят они весь мир разрушат своими дрязгами если мы их не остановим поспешим мы уже почти в киа ваша бе стой чтобы войти в город на это нет времени чтобы войти в киа вашат надо пройти ритуал очищения бессмысленный но некоторых это успокаивает да как ты смеешь пропусти его молец я годами уговаривала ларата провести ритуал ладно но второй остается встретимся внутри восьми священный кедр с алтаря и напиши на нем какой грех не дает тебе покоя кстати как огонь сжигает дрова так и свет сожжет твои грехи понял в прошлый раз у нас был здесь баг и не было анимации броска давайте вот так вот сделаем неразборчивые каракули только время впустую трачу ты что-то сказал ну тут он хотя бы подошел ладно сейчас было корректно видим поправили эту ошибку отлично ну чувствуешь как с души спал тяжкий груз добро пожаловать в киа вашат души спал тяжкий груз так ну вот мы добрались до города в основном будет пристанищем наш на какое-то время и надо поговорить с лара что ты написал на этой деревяшке спорю что ничего я бы не стал похоже это не слишком то важно я пойду в сухие степи попробую найти того блинноликого из твоего видения мне нужно понять такова его роль во всем этом но сначала принеси мне одну вещь а я пока закончу переговоры она у торговца в центре города скажи ему что ты от меня супер ну что ж веснули спина кривая глаза мутные такой клячей только ворон кормить за такую цену скажи спасибо что у нее все ноги на месте действительно какой-то вражелюбный конюх я думаю это можно заканчивать друзья в принципе дошли до того момента где я уже могу продолжать играть с убийцу да как по мне глаз немножко повеселее да он не такой не имеет столько у е дамага не имеет столько до дамага да можно сказать за счет скелетов но тем не менее на мой взгляд пока что играть им гораздо интереснее может быть я бы изменил свое мнение не знаю буду играл на дольше на некроманте но пока это для меня является фактом кто имеет другие предпочтения пишите в комментариях каким классом вам понравилось больше всего и почему интересно будет почитать абсолютно точно мы будем пробовать играть за всех по мере там добавления сезонов каких-то может быть изменения геймплейных особенностей классов но пока что играем так на этом все большое спасибо за просмотр обязательно подписывайтесь комментируйте и ставьте лайки всем пока пока пока